Автолётчики свистят над дорогой, как снаряды. Волгоград. Впереди зебра и горит жёлтый на светофоре. Наш телезритель останавливает машину. Школьники делают шаг на дорогу и замирают в испуге. На них летит байк. Диагноз верный. Байкер летел под красный на зебру, по которой шли дети. Спасибо хватило духу уложить мотоцикл на асфальт. Чуть пацанов не сбил. Красный лифт. Мотоциклист получил пару синяков, а школьники и вовсе идти передумали. Аж испугались дорогу переходить. Подольск. Шёл шашечник по шоссе. Быстро шёл. И пришёл в отбойник. Машины притормаживают у разбитого истребителя. Развороченный отбойник и груда металла. Али хочу молиться уже поздно. Ярославская область. Кроссовер не вписался в поворот и вылетел на встречную обочину. Лихач с трудом увернулся от лобового тарана, но срубил дерево в кювете. Смотри, его как раз вернули. Водитель разворачивается к месту падения лётчика. Его машина уже дымит. Давай, вставай. Из-под капота кроссовера вырываются языки пламени. Ты меня обетушитель овел. Давай дальше проедешь. Дальше проедешь. Дальше. Всё, вставай. Мужчины помогли выбраться из горящей машины и лётчику, и двум его пассажирам. У пилота даже прав не было. Благовещенск. Байкер газует на светофоре. Заднее колесо полирует асфальт. Старт. Ушёл в отрыв. В борт машине на следующем перекрёстке. Байкер рухнул на газон. Пятёрка выглядит так, будто в неё действительно врезался небольшой самолёт. Водитель «Жигулей» жив, а пилот мотоцикла признаков жизни не подаёт. Прилетел. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водись по-русски». Понеслась такси по кочкам. Готовы кино приводить по-русски. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Прозевал секунду, потерял полдня. И это в лучшем случае. Краснодар. Водитель проморгал знак «Крутой поворот» и задел колёсами обочину. Машину занесло. О-о-о, осторожно. Легковушку развернуло и выбросило навстречку. Под грузовик. Всё, на грузовик. Первая реакция водителя – немедленно остановиться и помочь. Но пассажир даёт дельный совет. Дай, 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 дальше, дальше, дальше пройди, потому что вот там уже нужно. Водитель удивлён рассеянности шофёра, попавшего в ДТП. И чё, зачем он так делал? Я не знаю. И вот так русло. Батайск. Легковушка топором врубается в отбойник. А-а-а! Водитель легковушки прозевал Т-образный перекрёсток и даже не пытался затормозить. Это жесть. У меня регистратор записал. И разиня записал. Зарубил себе даже. И в памяти, и на машине, и на отбойнике. Оренбург. Двое мужчин пошли через дорогу. Ни по переходу, ни глядя. Одного тут же сбила девушка. Малолитражкой. Водитель попутки предлагает даме видео. У меня ещё камера сняла. Сам видал. Она выехала нормально. Она вон видала. Сбитый мужчина дохромал до обочины и принялся обвинять барышню. Ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти. Очевидец наезда повёл себя как настоящий мужчина. Заступился за даму из малолитражки. Мужчина высадили правду сюда по лодке давить. Мы сами положим вместе, прохватим это. Виновник торжества собрался под шумок уйти. Девушка против. Никуда не уходи. Пешеход снова пытается доказать, что правил не нарушал. Машет в сторону светофора на перекрёстке, до которого метров 30. А девушка уже дозвонилась до мужа и озвучивает масштабы катастрофы. Вот, капот, панел, вверху оторвал, стекло разбил. Мне на пешеходном переходе. Прикидывать теперь надо пешеходу. Сколько придётся заплатить за ремонт чужой машины и собственное лечение. Водитель иномарки прозевал съезд с шоссе, но всё равно повернул. Тут его универсал к отбойнику и пригвоздил. Крупный калибр бьёт тяжело. Москва. Владимир выезжает на шоссе, а ему навстречу поливалка. Еле увернулся телезритель. Чистота – это, конечно, залог здоровья. Но вот так вот можно и без здоровья, и без машины остаться. Фуру занесло на крутом скользком повороте под встречный самосвал. Она сбила его в кювет. Дальнобой перегородил трассу, и внедорожник едва увернулся от разбитого грузовика. Опасный поворот завален обломками тяжеловозов. А водителям легковушек повезло – не попали под раздачу. Многотонный каток несётся под горку без тормозов. На встречке подбил иномарку. Не остановилась махина. Прёт дальше. От столба каток увернулся и выскочил на тротуар. Стальной монстр чудом никого не закатал под асфальт. Слегка помял только одну машину. Но это уже пустяки. Дело житейское. Больше. Водитель рейсового автобуса плюнул на мигающий семафор, и пролез под шлагбаум. Переехал через рельсы и встал. Под вторым шлагбаумом не проскочить. А поезд рядом. Шофёр семафорит машинисту. Стой! Но поздно. Пассажиры выпрыгивают из салона автобуса. Очень вовремя. Скоростной состав, как бритвой, срезает задок автобуса. Татарстан. КамАЗ завалился на повороте. Пассажир удивлённо спрашивает водителя Рустама. И Рустам объяснил. Щебёнка перевесила самосвал, когда тот входил в поворот. Не рассчитал скорость шофёр КамАЗа. Некоторые женщины автомобиль ведут хуже, чем домашнее хозяйство. На Гинский район за трактором плетётся вереница машин. И внедорожник выскакивает в лоб телезрителю Евгению. Евгений жмёт тормоз в пол. Успел притормозить и свернуть к обочине, чтобы дать дорогу наглой дамочке. Чё ты делаешь, дура? Евгения спасли отличная реакция и хорошая резина. А манеру вождения женщины спасти может только большой штраф. Санкт-Петербург. Телезритель Сергей остановился во дворе. Он ждёт, когда припаркуется девушка. Подружка жестами пытается помочь ей встать на свободное место. И зачем-то снимает процесс на видео. Две курицы паркуются. Барышня раскорячила малолитражку поперёк двора. А что делать дальше? Явно не знает. Руль влево. Нет, вправо. Или всё-таки влево? Вот это да. Курицы паркуются. Давай, давай, давай. Это жесть. Даже сын Сергея подтверждает. Жесть. Но белая и пушистая. Как такое не снимать? Не смогла дама занять место поближе к дому. Поехала искать парковку туда, где места побольше. Не перечь поперечнику. Он сам себе поперёк. Брянск. Микроавтобус свернул прямо перед носом у машины телезрителя Игоря. Игорь взял вправо, а там инспектор. Аварию полицейский зафиксировал уже в прыжке. Удивил шофёр и телезрителя, и регулировщика. Это ж надо так подставиться. Рязань. Лада шустро повернула под помеху справа и сама стала помехой. Только разбитой. Курганская область. Легковушка шпарит по второстепенке главной дороги. Водитель предупреждает. Тормози. Бесполезно. Машины летят в стороны, а встречный автомобиль между ними. Проскочил в игольное ушко. Нарушителю и шофёру иномарки повезло меньше. Машины под списание. Москва. Иномарка слева бьёт внедорожник. Тяжёлая машина кубарем летит в кювет. А иномарку разворачивает поперёк дороги. И теперь она сносит мотоциклиста. Байкер цел. Водитель, устроивший эту круговерть, тоже. А шофёр кроссовера получил серьёзные травмы. Кому судьба, а кому встречная полоса. Город Ковров, Владимирской области. Мотоциклист пересёк сплошную и пошёл на обгон. В седан. Сальто через багажник. И приземление на ноги под знаком ограничения скорости до 40 км в час. Водитель седана не увидел шустрого байкера. Встречная машина закрывала обзор. Знаки и дорожная разметка не остановили мотоциклиста. А вот авария остановила. С такими трюками надо в цирке выступать, а не на дороге. Седан выскочил через две сплошных. Не увернулся водитель встречной машины. Нарушителя развернул одну машину. Пролетел дальше и устроил навстречу бойню. Эту белую иномарку тоже задел. Женщина тяжело вздыхает. Ехала, никого не трогала. Лихач потрогал её и ещё четыре машины. На трассе под Волгоградом от КамАЗовского прицепа отстегнулась колёсная пара. И пошла скакать. Не ушёл шофёр встречной машины. Удар колёс развернул его под встречную фуру. Но водитель смог уйти на обочину. Ярославль. Хэтчбэк обогнал попутку и тут же врезался. Шофёры-пассажиры выскочили на дорогу. Водитель попутки остановился и возмущается. Нет цензурных слов для такого стиля вождения. Вежливость везде хороша. А на дороге особенно. Челябинская область. Поперечник материализовался перед машиной нашего телезрителя. Нахало обогнали и услышали. На светофоре начался обмен любезностями. У меня всё записано. Ты чё что записано? Выловишься вот в интернете сегодня, смотри себя. Да ты чё? Да, обязательно. Ты не винащий-то, нахуй. Понял? Сейчас битую тебе, нахуй. Понял? Вот и поговорили. Вологда. Легковушка пропускает грузовик. Он поворачивает с главной дороги. Но места газику не хватает. Водитель легковушки ставит машину на ручной тормоз. Начинается великое противостояние. Кто кого. Нервы сдают у шофёра грузовика. Он фотографирует легковушку, которая мешает ему проехать. Обстоятельно снимает. С разных точек. Ему и дела нет, что он перегородил дорогу, и все вынуждены объезжать препятствия по встречной полосе. Снято. Теперь надо поговорить. Ну и чё? И чё, ты на слячку встал? На какую? Проще было разъехаться. Волгоград. Михаил останавливается и пропускает велосипедиста. Тот пытается проехать. А наш телезритель подсказывает, как надо переходить дорогу. Не послушался велосипедист. Всё-таки поехал по зебре. Да ещё и неприличный жест Михаилу показал. Не по-русски это. Некоторые водители едут к цели и препятствий не видят. Пермский край. По заснёженной трассе в лоб автомобилю Эллы, как танк, прёт внедорожник. Наша телезрительница уводит машину вправо. В занос с переворотом. Нарушитель уехал, а Элла приехала на дорогой ремонт. Воронеж. На светофоре горит красный. А иномарка едет и сбивает велосипедиста на зебре. Велосипед летит навстречу и втыкается в легковушку. Наездник вскакивает на ноги и начинает доказывать нарушителю. Я ехал на зелёный. Водитель легковушки навстречки тоже не рад. Его машина великом разбила фару. Чё, запись надо? Спроси. Или спроси, мальчику надо. Взрослому мальчику на велосипеде видеозапись очень необходима. Как пособие. Может, регистратор ему объяснит, что он тоже нарушитель. По зебре надо идти, а не ехать. Два пешехода переходят улицу на красный свет. Мужчина увидел маршрутку и остановился. А женщина нет. Маршрутка притормозила. Водитель красной легковушки объехал дамочку по встречке. Она упрямо идёт вперёд. Под третий автомобиль. Фаталистка. Машины поехали на зелёный, а трамвай впереди и ещё не закончил манёвр на перекрёстке. Телезритель Игорь удивляется. Я воюду вперёд вперёд. Да это разве пруд? Вот как надо переть. Точнее, не надо. Прямой наводкой в трамвай. Не наводка. Полный наводка. Трамвай. Конечно, там нет, на комфортном. Подушки в машине сработали. Мозг у шофёра не сработал. Теперь водителю придётся думать, как возмещать ущерб в полмиллиона за разбитый трамвай. Чуть отвлёкся, и готово дело. Авария. Город Чернянка, Белгородской области. Легковушку занесло. Затормозило обордюр. Пол машины на газоне, а половина на дороге. Он что-то живой-то. Встань. Да сейчас встань. У телезрителя Максима действительно всё есть на регистраторе. Водитель легковушки прозевал момент, когда машины остановились перед зеброй. Зевнул и пошёл пересчитывать бордюрные камни. Записал. Да записал. Санкт-Петербург. Иномарка мщит по шоссе. Её полоса свободна. Была. Машина из крайнего левого ряда внезапно перестроилась. Водитель иномарки тормозил так, что половину колёс оставил на асфальте. Вывернул вправо и задел попутку. Здравствуй, отбойник. Курская область. Шофёр включил левый сигнал поворота. Хотел повернуть. Да внедорожник не дал. Он шёл на обгон, а ушёл в кювет. Один не посмотрел в зеркало перед манёвром. Второй летел так, что вообще ничего не видел. Итог на дороге и в кювете. Ставрополь. Андрей пристраивается в хвост автомобильной очереди. Кто крайний? Иномарка? Крайней она быть не желает. Сдаёт назад. Андрей сигналит. Есть контакт. Водители выходят поговорить. Выясняется, шофёр иномарки крайним хочет сделать нашего телезрителя. Никуда Андрей не едет. Он предупреждал водителя, который сдавал не глядя. А тот продолжает настаивать. Андрей ехал слишком быстро и не успел затормозить. Какая скорость твоя, да ты на месте? И тут Андрей понял. Это автоподстава. Если бы не видеорегистратор, крайним действительно мог бы оказаться он. За такими ловкачами смотреть надо в оба. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет в программе «Водить по-русски». Стой, куда? Водить по-русски надо прайс. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Ни одна муха столько алкоголя не выдержит. Красноярск. Стоят знаки «Осторожно, дети!» и ограничение скорости. Но водитель «Лады» летит вперед. А там иномарка остановилась перед зеброй. Лихач взял влево и сбил двух девочек. Как можно было проглядеть два больших предупреждающих знака? Да запросто. Шофер «Лады» сел за руль пьяным. Девочки пострадали, но выжили. Подмосковная колонна. Сергей пропускает пешехода. Как не пропустить? У мужчины в руках пистолет. Давай, Светлана! Пешеход встал посреди дороги и угрожает оружием. Опасный пешеход целится и пытается запомнить номер машины. Но цифры двоятся в пьяных глазах. Чтобы не стать мишенью, такого лучше объехать. Телезритель Алексей работает автоинспектором в Ленинградской области. На одном из дежурств он остановил водителя за превышение скорости. А за рулем оказался полный неадекват. Давайте, давайте, давайте. Документы ваши. Сумку давайте вашу сюда. Вот тут. Сумку-то дайте вашу. Документы. Абсолютная утрата чувства реальности. Водитель даже простую просьбу полицейского не в состоянии выполнить. Что ж вы употребляли-то такого? Молодой человек. Документы ваши можно. Сейчас, сейчас. Да вон сумку давай. Какое там? Руки у водителя сами по себе, ноги и тело тоже, а голова. Вообще без головы мужчина. Так. Хорошо, хоть остановился. А? Не ходи. Запрещенного-то при себе ничего нет у вас. А? Запрещенного гражданскому обороту ничего у вас с собой нету. А? Один из патрульных переживает, как бы мужчина сам себя не покалечил при такой амплитуде колебаний. Вот так там. Потому что он нужен в машине. Не дай бог, я выберу дорогу. Вон отблизь. Водитель. Водитель продолжает хаотично двигаться и натыкается на полицейского. Кто здесь? Тихо, тихо, тихо. Пойдем с нами. Куда? Пойдем. В ГАИ поедем. Сядешь к ним назад? Да, конечно. Мужчина вообще не понимает, что вокруг происходит. Сергей! Присаживайся в автомобиль. Настоящий зомби. Ух ты. Хорошо, что такого водителя остановили патрульные. Не дай бог встретить такого на дороге. Берегите себя и всех, кто едет по пути, вам навстречу. Регистратор включен? Тогда счастливого пути. Регистратор включен?